Друзья, я вас приветствую. В этом небольшом коротком видео я хочу вам рассказать о проблемах и неисправностях, которые возникают с ГБЦ на V-образных моторах корпорации General Motors. Это моторы Gen 3, Gen 4 с 2000 года по 2014, ну и на коммерческом транспорте они устанавливались по 2018 год. Это мотор объемом 4,8 литра, 5,3 литра, 6,0, 6,2 литра. Данные моторы у нас устанавливались на распространенные автомобили Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade, Hummer, ну и прочие пикапы, прочая экзотика, чего в России не в большом количестве представлено. Итак, по ГБЦ основные проблемы, если у нас мотор штатный, если у нас не установлено газовое оборудование, проблем обычно не возникает. На моторах 6,2 литра со временем у нас просаживаются пружины клапанные. Как это отражается на работе двигателя, но немножечко мотор начинает подергивать. Владельцу кажется, что нестабильная работа двигателя возникает на холостом ходу. Причем только на холостом ходу. На высоких оборотах все нормально. Это на моторах возникает 6,2 литра с маркировкой L92, L94, L9H. На ЛС-3 моторах объемом 6,2 литра там такой проблемы нет. Во-первых, там пружины несколько иные, клапана несколько иные и в несколько иных режимах оборотов работает двигатель. В целом проблем нет. Если у нас автомобили эксплуатируются штатно, на штатном топливе, даже пусть это будет этанол у нас, пусть это будет бензин, нет никаких проблем. Легко эти моторы выхаживают 400-500 тысяч километров. Да, понятно, со временем пружины ослабевают и их необходима замена. Но у нас же в России ситуация несколько иная. У нас несколько иной опыт. Такого опыта нет за океаном, такого опыта нет в странах Персидского залива, где эти автомобили распространены. У нас есть ГБО, газобаллонное оборудование, которое многие владельцы любят устанавливать. Сейчас никаких претензий к газу нет. Именно есть претензии к установке ГБО и к ее настройке. 99% автомобилей, которые я вижу, которые приезжают к нам на диагностику, на ремонт, они имеют проблемы с настройкой газового оборудования. Либо у них смесь пляшет, а смесь у них пляшет, потому что многие газовщики не знают, как работает система управления по впрыску на этих моторах. Либо смесь забедняется, либо смесь забогащается газовым оборудованием. Ребята стараются забеднить смесь. Почему она обогащается? Потому что у нас на этих автомобилях есть система флексфойл, впрыск этанола. И при работе на нашем бензине блок управления двигателем думает, что у нас за место бензина этанол залитый, там Е85. Из-за того, что этанола требуется больше по впрыску, он начинает увеличивать время впрыска бензина. У нас смесь начинает обогащаться. И при переключении на газ у нас также смесь обогащается, газовщики ее забедняют. В общем, одна проблема вылазит из другой. К чему это все приводит? Наглядный пример на столе. Это не все головы, которые есть. Еще где-то их штук 8 лежит. Это с разных моторов. Но проблемы у всех одни и те же. Проблемы связанные. Самое легкое, с которым можно справиться, это просадка впускных клапанов. Вот здесь представлены две головки от мотора 5.3 и одна головка совсем в печальном состоянии от мотора 6.2. Внешне можете посмотреть почти одинаковые, но все-таки по размерам отличаются они. Я имею в виду не размеры ГБС, а именно размеры форс-камеры, размеры клапанов. Самое легкое это просадка впускных клапанов. Впускные клапаны у нас большие. На один цилиндр приходится у нас два клапана. Это у нас новый клапан установлен. И происходит у нас усадка клапанов. Они садятся ниже по постели седла. Из-за этого у нас высота по подъему меняется. Из-за этого у нас нарушается герметичность. Но здесь, если приглядеться, здесь старые седла. И все седла у нас просажены. В основном, да, многие считают, особенно газовщики, что страдает выпуск. Нет, ребята, на этих моторах страдает впуск. Просто площадь соприкосновения клапана по посадочному седлом намного больше. Клапан не получает должную смазку. Клапан не получает должное охлаждение. Поэтому происходит сухое трение. Происходит усадка. Но это не самое страшное. Можно взять, поменять клапана, поменять седла. Отделались мы, скажем, от этой проблемы. Но следующая проблема. При установленном ГБО, и в основном только на автомобилях с ГБО, происходит чрезмерный нагрев ГБЦ. Даже если у нас температура нормально отстроена. К чему это приводит? Вот смотрим. На этом цилиндре трещина между седлами клапанов. В следующей ГБЦ смотрим. Также присутствует трещина между седлами клапанов. Вот так если пробежаться, тоже присутствует трещина на седлах клапанов. Здесь такая же у нас ситуация. Из-за чего это происходит, ребята? Возникает локальный нагрев. Недостаточно охлаждения, недостаточно сваски. Плюс, если у нас на двигателях установлена муфта VVTi, а муфта VVTi в определенном диапазоне работает наподобие системы EGR. Она делает у нас продувку и, в принципе, делает рециркуляцию. Из-за этого, опять же, у нас температура повышается на ГБЦ. Температура выхлопных газов повышается. Охлаждения нет, должного смазки нет. И в итоге все это дело приводит к перегреву с последующими трещинами. И вот если у нас в первом случае, я сказал, можно легко оделаться, то вот в этом случае никто из нормальных мотористов вам ремонтировать это не будет. Никто не будет вам снимать седла клапанов. Никто не будет вам засверливать, заваривать. Потому что на это просто нет гарантии. Это можно сделать на свой страх и риск. Потом опять у вас седло выпадет, разломает пол двигателя, весь блок. По итогу вы будете не ГБЦ искать, а вы будете уже искать мотор. Ну и, в принципе, вот это к этому и приводит. На этом моторе объемом 6,2 литра также установлено было газовое оборудование. Также у нас работает VTI на продувке. Газ. К чему это приводит? Вот здесь мы видим, как у нас седло лопнуло. А вот здесь, на вот этом цилиндре, у нас седло выпало. Седло выпало, его раскололо. Оно у нас попало в цилиндр, ударилась о поршень. Вот мы видим отметинки такие. Здесь где-то у нас свечка должна присутствовать. Ее нет. На соседнем цилиндре то же самое. Причем, ребята, обратите внимание, это крайние цилиндры. Крайние цилиндры, седьмые и восьмые, они всегда имеют больший нагрев. Они будут горячее, чем у вас показывает датчик температуры. Ну и отдельно к датчику температуру вопрос. Что у вас 92 градуса, что у вас 105 градусов. У вас стрелочка на приборке показывает плюс-минус одинаковое значение. То есть не особо эта система информативна, поэтому на нее лучше внимания не обращать. А если вы так хотите следить за температурой двигателя, лучше снимать показания с ABD-разъема. Ну и чтобы такого не было, в первую очередь, ребята, отстраивайте нормально рабочую температуру двигателя. Не нужна вам температура там 100-105 градусов, как это джем на некоторых настройках сделал. Нет. Температура должна быть 92-94 градуса в любых условиях. Причем электровентиляторы у вас должны быть отстроены по блоку управления. Плюс ко всему термостат. 86-88 градусов у вас должен быть. Если вы эксплуатируете автомобиль в условиях жаркого климата, в горной местности, на оффроуде, термостат необходимо ставить на 82 градуса. Я, например, на своем автомобиле, в котором частенько катаюсь на юга, я устанавливаю на лето термостат на 76 градусов. Естественно, в зимний период я его меняю на 86-88 на рабочий. Во-вторых, если у вас газовое оборудование установлено, и вы на нем хотите эксплуатировать автомобиль, необходимо нормально делать настройки газового оборудования. Если вам предлагают, например, чтобы седла клапанов и клапаны у вас не усаживались, поставить систему лубрикант, который добавляет по капельке масла, отказывайтесь. Эта система не совершенна, вы только потратите деньги, она вам никакого результата не принесет. Потому что у вас цилиндров 8, клапанов у вас 16, а форсунка, которая подает масло капельной системы, она одна. И эта одна капля не факт, что она попадет в какой-то из цилиндров. Может, она вообще осядет на впускном коллекторе и ни к чему это не приведет. И равномерно 8 цилиндров в 16 клапанов, чтобы у нас смазка попадала, ну, это нереально сделать. Поэтому от этой системы сразу отказываемся. Но на многих системах газового впрыска есть очень хорошая настройка, которая позволяет нам сделать до впрыск бензина. На двигателях V-образниках, на джемах я бы сделал до впрыск бензина. Ну, ребята, по-хорошему, вот этот дорогой ремонт, я бы сделал с полутора тысяч. Небольшой до впрыск бензина процентов 10-15. Да, у вас будет тратиться бензин, у вас будет тратиться газ, экономия будет какая-то, но это сбережет в дальнейшем ваши деньги от дорогого ремонта автомобилей. И я бы сделал до впрыск с прогрессией. Чтобы, например, на двух с половиной тысячах было уже процентов 20. На трех тысячах процентов 40. Но с трех, с трех с половиной я бы сделал переключение на бензин. Все-таки на высоких оборотах необходимо на бензине работать. Эти двигателя могут легко и на газу работать, но, ребята, вы видите последствия. И так на всех моторах с газовым оборудованием. Как у нас изнашиваются клапана? Если взять вот этот вот впускной клапан, который был установлен, мы видим, насколько он заострен. Что им можно бриться. Вот так вот и стираются впускные клапаны. Новый клапан, он имеет фаску. По поводу клапанов. Есть много компаний, которые изготавливают клапана в Америке на V-образных двигателях. Есть Китай. Китай не рекомендую ставить. Металл сыромятина. Результата от этого не будет. Стираются китайские клапаны очень быстро. Производители китайских клапанов это в основном Engine Tech компания. Они дешевые. Есть SBI. Тоже не очень хорошее качество, ребята. Ставьте либо оригинал, либо GM, либо что-то именитое, что производится в Америке. Иначе весь ремонт у вас уйдет на смарку. А по итогу вот эти три головы идут у нас в металлолом. Делать здесь нечего. Клапана новые у нас есть. Сейчас ГБЦ мы получили. Клиент нам отправил. Будем на бывшем ГБЦ. Естественно, сперва произведем опрессовку их. Проверим на дефекты. Если все ок, будем менять седла клапанов. Будем менять клапана. Все новые. И устанавливать на автомобиль. В основном поломки, связанные с выпадением седел клапанов, они происходят на трассе. Когда двигатель долгое-долгое время у нас эксплуатируется на высоких оборотах. Две с половиной, три с половиной, четыре тысячи. У нас есть ребята, кто катали. Плюс у нас установлен газ. У нас происходит локальный нагрев. Охлаждение должного двигатель не получает. У нас происходит нагрев седел. Расширение металла. Расширение алюминия. И седла клапанов у нас выпадают. Поэтому, ребята, если вы едете в отпуск, если у вас установлено газовое оборудование, если у вас есть какие-то проблемы с системой охлаждения, у вас двигатель греется, относитесь внимательно к оборотам двигателя. Относитесь внимательно к температуре охлаждения двигателя, чтобы вот такое не получилось. И в основном все седла не выпадают у нас на оборотах. Когда недостаточно охлаждения? Опять же повторюсь, такого на моторах, эксплуатируемых на бензине, практически не бывает. Очень и очень редко. В основном такие приключения у нас связаны с газовым оборудованием. На двигателях 5,3 намного реже это происходит. На двигателях 6,2 литра это происходит намного чаще. Просто у нас больше объем двигателя, у нас большая нагрузка, больший нагрев. И вот приводит это к таким ситуациям. Поэтому внимательно к системе охлаждения двигателя, внимательно к радиаторам, внимательно к настройкам газового оборудования. Если у вас в городе нет специалистов по настройке газового оборудования, вы можете в чат написать, можете мне написать. Я вам порекомендую, можем попытаться дистанционно настроить газ, чтобы не было проблем. Это всяко будет дешевле, чем потом искать новые головы, а то и новый мотор. Да, ребята, вы спрашиваете. У меня по поводу клапанных пружин на моторах 6,2 литра, L-92 моторы, L-94, L-9H, Escalade, Hammer H2. В основном при пробеге за 200 тысяч километров пружины со временем проседают. Пружины проседают здесь больше, чем на предыдущих моторах предыдущих поколений, чем на моторах 6,0, чем на моторах 5,3 литра, просто потому, что у нас клапаны имеют более-больший подъем на автомобилях с мотором 6,2 литра. Там больше высота кулачка распредвала, следовательно, у нас лучше наполнение, но, как следствие, больше подъем, больше нагрузка на пружины. Пружины стоят у нас свои, на головках с объемом 6,2 литра. Со временем они проседают. Я уже сказал, это ощущается появлением вибраций на холостом ходу. На совсем запущенных автомобилях, если у нас совсем ситуация запущена, появляются пропуски зажигания хаотичные по всем цилиндрам. Как решать эту проблему? Заменой клапанных пружин. Пружины, сразу скажу, не надо ставить никакие двойные, ни какие-то под высокий подъем, ни от ЛС-7 мотора. Тут некоторые ребята в интернете пишут, типа поставили пружины жестче, стало лучше, нет. Ребята, на гражданском автомобиле жесткие пружины у вас поведут к определенным последствиям. У вас увеличится нагрузка на седла клапанов, у вас увеличится нагрузка на толкатели, на пушроды, у вас увеличится нагрузка в целом на механизм ГРМ. То есть, если вы хотите двойные пружины, если вы хотите пружины увеличенной жесткости, понимайте, для чего вы это делаете, как это работает. Просто так хотелка, вот я хочу пружины двойные поставить, нет, здесь не работает. Поэтому просто меняете пружины штатные, меняете сальники клапанов, засухариваете, эксплуатируете автомобиль дальше. А если же вы строите какой-то мотор, тогда да, тогда есть выбор двойных пружин, есть пружины конусные, есть пружины в виде бихифу, в виде улья. В общем, очень много модификаций, очень много характеристик по жесткости, очень много характеристик по подъему. Моторы 5,3 литра, моторы 6,0 литра, этой проблемой у нас не страдают. Вот. По поводу моторов Ген-5. Ген-5 моторы, это моторы серии L86, L87, LT1, LT2, LT4, которые у нас пошли с 2015 года, да, 2014. Там совсем иная ситуация с пружинами. Там очень часто клапанные пружины ломают. Просто GM не совсем удачно у нас подобрал и материал пружины, и не совсем удачно рассчитал их характеристики. Там есть проблема. Поэтому, если вы приобретаете автомобиль, Taha Escalade с Ген-5 мотором, 2015, 2016, 2017, 2020 года, ребята, в первую очередь, меняйте клапанные пружины. И опять же, выбор. Многие ставят двойные пружины. Надо понимать, что жесткость у этих двойных пружин выше. И двойные пружины вас не спасут. Никаким образом от того, что пружина может поломаться. И двойные пружины ломает. Поэтому здесь лучше разумнее подойти. Лучше проконсультироваться с мотористом, лучше проконсультироваться с человеком, кто уже имеет опыт по замене, по установке этих пружин и эксплуатации в течение длительного времени. Да? То есть один тут мастер, который говорит, я вот пружины поставил, год отъездил, все окей. У него статистика по одному автомобилю. У меня же статистика. Я с коллегами общаюсь, я общаюсь с ребятами из океана, я общаюсь с мотористами, кто эксплуатирует и ремонтирует моторы там в странах Персидского залива. У них есть опыт. Двойные пружины необходимо ставить там, где у нас будут высокие обороты, там, где у нас будет высокая нагрузка. На гражданский автомобиль двойные пружины смысл ставить? Нет. Так что, ребята, вот это запомните. И вот у нас наглядный результат. У нас неправильно подобрана пружина, неправильно рассчитана высота подъема, нагрузка на пружину была большая, хотя эта пружина нестандартная. Эта пружина, можно сказать, уже тюнинговая. Вот, обратите внимание, по высоте у нас справа вот это стандарт, вот это у нас уже тюнинг. Не буду называть какой это производитель, тут дело не в производителе. Дело в том, что когда мотор этот собирал, предыдущий владелец, клиент, они не учли много факторов. К чему это привело? Неправильный расчет. Так, у нас пружина клапанная лопнула, у нас поршень ударил об клапан, клапан у нас рассухарился, клапан у нас выпал в цилиндр и натворил там делов. И все, ребята, на выброс. Вот, поэтому к подбору клапанных пружин относитесь внимательно, смотрите характеристики. Не нужны вам, ребята, двойные пружины или пружины с увеличенной нагрузкой. А также рассчитывайте подъем по пружине.